Добрый день, дорогие друзья! Очень рада вас всех снова видеть. Сегодня мы продолжаем тему уборки и тотального расхламления, в данном случае, моего жилища. Сегодняшнее видео посвящено ванной комнате. Я покажу вам, как нам очень классно удалось реорганизовать пространство и, главное, почему ванна была первой комнатой, за которую мы вообще взялись после того, как приехали в совершенно пустую, чистую квартиру с ремонтом от застройщика. Ну ладно, в общем, пойдемте в ванную, дорогие друзья. Наша ванна выглядит таким вот образом. Это ремонт от застройщика. Мы не выбирали ни плитку, ни пол. Здесь очень много вещей, их негде хранить. Постоянный бардак, постоянный. Каждое утро начинается с того, что вот этот вот весь хлам, который весь нужен, я просто перекладываю с места на место, с места на место, делая вид то, что типа убрано. Но все равно к вечеру это выглядит именно так. То же самое здесь. Раковина не всегда чистая. Хочется вот так вот взять, просто протереть губкой, вон он там лежит. Но не удается, потому что слишком много всего. Это все можно положить только туда, а там нет места. Здрасте. Блогерство такое дело. Надо снимать все, извините. Вот это то, что мы купили для ванной нашей. Изначально эти предметы я нашла в магазине, который называется Хофф. Но на Озоне каждое из вещей на 100-200 рублей дешевле, поэтому мы все выбрали там. Вот это, кстати, я в Хоффе купила, потому что на Озоне не было. Это полочка под шампуней всякие, шторка для ванной. Я очень хотела какую-нибудь качественную шторку. Вот это мне показалось самое классное. Так, это для бумаги. Так, это колечки для шторки. Это для полотенца. В детстве я ненавидела протирать стеклянную полочку у нас дома. Она пойдет вот сюда. И сама купила. Ну, потому что я уже не ребенок, и уборка в своем собственном доме доставляет мне больше удовольствия. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Продолжение следует... 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 Далее, это зеркало я использую постоянно, каждый раз. Так, фигмент гигиены, он тоже нужен. Далее, вот это масло мне понадобится, когда будет лето. Пока мы его уберем. Фен я использую каждый раз, каждый день, ну через день. Так, далее, вот это я не знаю, что такое. Так, положим пока сюда. Так, Дима использует зарядку. Так, и свой кулончик, поэтому у него узнаем, куда положить для его удобства. Далее, духи. Так, крышечка от них, сейчас мы их найдем. Пока сюда положим. И лак я использую достаточно часто, поэтому мы его оставим. Далее, вот этот мелкий бардак, он вообще здесь быть не должен, потому что, как видите, у меня еще здесь эта есть коробочка. А тут у нас ничего нет. Итак, я убрала все, что вам показало, что не нужно. И вот так коробка выглядит на этот раз. Я, кстати, решила вот эту маленькую коробочку сюда поставить все-таки. Вот, все, что мне нужно утром и вечером. И здесь осталось только зеркало, фен, лак для волос и духи, которыми я попеременно пользуюсь. Ну, как считаете, может здесь создаться бардак из вот этих вещей? Я думаю, что нет. Но, в любом случае, через пару месяцев мы увидим, что здесь происходит. Так, ну вот сюда. Здесь, конечно, голое место осталось. Может быть, вот так вот. Но пока композиция будет такой. Увидимся с вами в следующем видео, где я буду показывать, как разбирала весь свой гардероб. Я занималась этим две недели, так что не пропустите, будет очень интересно.